Здравствуйте, меня зовут Самойленко Наталья и вы снова на канале Европлант Лайф. Интересно, есть люди, которые не любят сосны? Наверное, есть, но мне они пока не попадались. Не знаю почему, но несмотря на то, что мы тоже любим сосны, у нас на канале о них почти ничего нет. Вернее, конечно, есть, но не про все и очень мало. Вы не представляете, как я удивилась, когда обнаружила, что мы рассказывали о кедровой, о сосне банксе, диамутовой. Но при этом ни слова за два года не сказали о сосне обыкновенной, горной или черной. Почему? Не знаю. Но спешу исправить эту досадную ошибку. И начну с самой благодарной, терпеливой и многообразной сосне. Сосне горной. Почему терпеливой? Наверное, потому что ни одна сосна не простит садоводу столько ошибок и оплошностей, как горная. Мы все с вами знаем, что сосны и горные не являются исключением солнцелюбливых. Разве нет? Знаем. Но все равно позволяем себе высаживать их в тенистые и полутенистые места. И пусть горной сосне это не нравится, но несмотря ни на что, пусть вытягиваясь, теряя декоративность, заболевая всевозможными грибами, она продолжает жить и бороться за жизнь. Мы знаем, что соснам нужен рыхлый, воздухопроницаемый грунт без застоя влаги. Мы знаем, но тем не менее, все равно пытаемся посадить их в глину или нет. Что ж мы, изверги что ли? Нет, конечно. Еще хуже. К примеру, у вас глинистый грунт и нерешенные проблемы с дренажем. Но при этом неуемная жажда сажать. Что в таких случаях мы делаем? А чаще всего мы просто вырываем большую глубокую посадочную яму. Наверное, кидаем туда щебень, битый кирпич или песок и засыпаем все плодородным грунтом. Так? Увы, да. В итоге ваша посадочная яма становится дренажным колодцем, и вода в нем стоит с ранней весны до поздней осени. Я не буду в этом сюжете рассказывать, что делать и как сажать при глине. Это тема другого ролика. Скажу, что даже в таких условиях, правда, непостижимо, каким образом, горная сосна умудряется выживать, в то время, как остальные загибаются и погибают в первые несколько лет. Все эти качества делают сосну горную привлекательной для посадок на садовых участках в качестве декоративной породы. А если еще вспомнить, какое количество у нее сортов, то нестабильно ведущие у нас веймутовые и черные сосны отходят на задний план. Итак, несколько слов о сосне горной и ее предпочтениях. Ее природный ареал – горы Южной Европы, от Испании до Югославии. Там, в горных районах, она образует непроходимые заросли, которые препятствуют возникновению эрозии почвы, задерживают снежные лавины и служат домом и убежищем, ноги птицам и животным. К условиям произрастания горная сосна нетребовательна, растет на любых воздухопроницаемых грунтах и при этом с любым PH. Только если у вас сильная щелочная почва, горная сосна может высказать свою фи и пожелтеть. Ей не страшны ветра, не подвержены весенним солнечным ожогам, абсолютно зима и мороза устойчива, то есть не нуждается в зимнем укрытии. Единственное, чего она боится, это затененных уголков вашего сада. Напомню, что все солнце солнцелюбивы, и тени выносливых среди них нет. Однако горная сосна мирится с легкой полутенью, где солнце гость не менее 6 часов. Горную сосну не страшат морские соленые брызги. Во всяком случае, в Новой Зеландии это ее не остановило, и она очень быстро из гости стала хозяйкой, распространяясь и завоевывая новые территории, выживая типичные для этих мест растения. Все больше горная сосна находит применение в экокулинарии. Из ее шишек готовят варенье, а хвою заваривают в чай. Но варенье, как и прочим, и чай, получается на любителя. Но самое главное ее достоинство – это большое количество сортов. Их много, и с каждым годом все больше и больше. Вот о природных формах и сортах сегодня и пойдет речь. Итак, 10 лучших представителей сосны горной для садоводов. 10-е и 9-е место мы отдали двум природным формам – мубус и хумелио. Наверное, это мои самые любимые и в то же время самые непредсказуемые растения. Рассказывая про них, я то и дело вспоминаю анекдот про мужика, идущего по базару с медведем на поводке и ищущего того хорошего человека, который несколько лет назад продал его жене хомячка. Наверное, кто-то из зрителей сейчас улыбается, вспоминая, как купил карликовую горную сосну пумелью, которая должна была быть по обещаниям продавца не более метра-метра двадцати, ну, максимум метра тридцати высотой. Привезти бы этого продавца на участок и показать этого карлика, занимающего половину участка. Разве я не права? Права. Но продавец был не прав только в том случае, если сказал, что это сорт. Запомните, мубус и пумели – природные формы, а не сорта. Так как кореал горных сосен достаточно обширен, то в различных его частях, по действиям различных факторов, горная сосна несколько видоизменилась. В одной его части она более раскидистая и достигает 3-4 метров в высоту и ширину. В другом ей пришлось стать компактной – не более метра-метра двадцати. Есть еще третий вариант – это односвольная горная сосна – уценат. Так ее вообще выделили в отдельный вид. То же самое происходит и у вас на участке. Если вы не стрижете вашу сосенку, кормите, холите или леете, создали идеальные условия, то почему она должна останавливаться на метре высотой? И наоборот – мало земли, вокруг сплошное мощение или агрессивные соседи, все время норовящие задавить и подавить растения, сидит на голодном пайке. С какого перепугу она выдаст вам 3 метра? Ну, если только действительно с большого перепугу. Плюс еще масло в огонь добавляет то, что большинство мугусов и пумели производители выращивают из семян, а не черенкают. А здесь уже расщепление. У одной мамы дети не всегда бывают одного роста с одним цветом глаз и волос. И даже не всегда одного цвета кожи. Мне иногда вообще кажется, что питомники после того, как семена проросли, сеянцы делят не по морфологическим признакам, а по потребностям клиента. Идет человек так и от балды говорит. Ты, мугус, ты, пумелё, ты, пумелё, ты, мугус, ты, мугус, ты, мугус, ты, пумелё, ты, пумелё. Но несмотря на все это, мугус и пумелё все равно мои самые любимые горные сосны. Во-первых, они дешевле сортовых, причём в разы. Во-вторых, путём нехитрой стрижки вы можете сделать из них всё, что хотите. Хотите бонсай, хотите гнома или просто плотную красивую сосенку. Но самое главное их преимущество – это в отличие от карликов и суперкарликов, они более устойчивы к неблагоприятным условиям среды и менее подвержены грибковым заболеваниям. Восьмое место мы отдали сорту со сказочным названием «Гном». Помните, была такая мода – под каждым кустом расставлять фигурки гномиков. Так вот, можно китайские пластмассовые заменить на большие. Гном – это очень красивый, плотный, медленно растущий сорт с небольшими тёмно-зелёными иголками, к 10 годам достигающий 60 сантиметров в высоту и более метра в ширину. Но перешагнув десятилетний порог, с ним случается метаморфоза. Рост в ширину замедляется, а высоту ускоряется. И к 25 годам маленькая карликовая сосенка уже не напоминает гному, а больше похожа на горного великана. В хороших условиях её высота может достигнуть 3 метров в высоту. Вот такой вот гномик. А вот ещё один карлик, занимающий седьмое место в нашем хит-параде. Любители маленьких пород собак его оценят. Название – прошу любить и жаловать – «Мопс». Сорт принадлежит голландской селекции и был выведен ещё в далёком 1915 году. Правда, и этот мопсик со временем и при хороших условиях может увеличиться до 1,5 метров в высоту и 2-2,5 метров в диаметре. Но его всегда будет отличать подушковидная крона и мелкая игла – не более 2-4 сантиметра. Шестое место – «Пинус Муга Хантли». Этот малыш уж точно не закроет окна первого этажа вашего дома. Низкий куст с плотной, почти плоской кроной. Про него можно сказать, что он почти не нуждается в стрижке. Так, прищепнуть сильно обнаглевшую ветку. Иногда. Её годовой прирост около 4-5 сантиметров. И нам обещают, что когда-нибудь она будет метр в высоту и около 2 диаметра. Но таких больших экземпляров мне пока видеть ещё не приходилось. Пятое место мы отдали сорту, у которого необычная зимняя окраска. Но кто сказал про хвойные зимой и летом одним цветом? Посмотрите на афир. Зимой афир словно луч солнца. Хвоя становится ярко-жёлтой, а затем зеленеет, как ни в чём не бывало. Правда, если у вас снежные зимы, то солнечной хвоёй афира вы будете любоваться только весной, до активного роста и немного осенью, пока сосенку не завалило снегом. И ещё напомню, чтобы зимняя окраска была яркой, у вас должно быть солнечное место и долгая тёплая осень. Иначе афир будет с бледно-жёлтой непривлекательной иглой. Ах да, по размерам. Форма шаровидная, около метра-метра двадцати в высоту. Приближаемся к тройке лидеров. От них нас разделяет колумба. Или мы её ещё знаем под названием колумнарис. Сотна с правильной коносообразной формой. Чем-то во взрослом состоянии напоминает гном. Но более узкая и изящная. Есть ещё одна особенность этого сорта. Почки покрыты белой смолой. В зимний период это очень бросается в глаза. Зарубежные коллеги считают этот факт дополнительным достоинством. А вот наши садоводы вряд ли с этим согласятся. Потому что первое, что приходит в голову, это то, что в почке вредитель. Или что сосну поразила страшная неизлечимая болезнь. Если вас не смущает этот факт, то колумба прекрасный выбор. К 10 годам она по форме будет напоминать канадскую ель конику. Её высота не превысит метра. Итак, тройка призёров. Все сорта в тройке карлики или суперкарлики. Третье место занимает горная сосна с очень романтичным названием кисан. По форме и ветвению кисан напоминает старинный подсвечник или канделябр. Ежегодный прирост от 2 до 5 сантиметров. Иголка маленькая, не более 2-3. К 10 годам растение вырастает аж до 40-50 сантиметров. Второе место нашего хит-парада мы отдали чешскому сорту ежик. Это растение просто создано для миниатюрных садов или чешских скалок. Крошечное сокровище с тёмно-зелёными иглами и годовым приростом, не превышающих 2 сантиметров. Итоговые размеры не знаю, ведь растение растет, пока живет. Но по каталогам это будет шарик 30-40 сантиметров. Ну и первое место. Его по праву занимает потрясающе, удивительный, необычный сорт издания – якобсов. У моих коллег его внешний вид ассоциируется со старым искусно стриженным бонсаем. Мнежин представляется выросшими в саду кораллами. Сорт очень необычен. К 10 годам его ширина только-только приблизится к 50 сантиметрам. Поклонники восточных садов и коллекционеры по достоинству оценят этот сорт. Ну а на этом всё. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, пишите о своих любимых сортах. До скорых встреч, удачи! Субтитры подогнал «Симон»!